Владельцы домашних животных знают, что при учении питомца к туалету трудоемкий процесс, который требует и выдержки, и терпения. О том, как сделать это правильно, расскажет специалист по поведению собак Уильяна Зинченко, а также у нас в гостях волонтер благотворительного объединения «Зоошанс» Диана Ищенко. Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, с кем вы пришли? Это Муха Мухтар. Он же почтенный дедушка Мухтар, порядка 12 лет. К сожалению, с ним случилась очень печальная история. Мухтара брали в качестве охранника на предприятие более 10 лет. То есть он жил, его все подкармливали, все присматривали. Но как часто это бывает, то есть это всех собака и на самом деле ничья. Потому что никто не несет за нее в полной мере ответственность. Сейчас предприятие переехало, и почему-то ни у кого не дрогнуло сердце, либо забрать домой Мухтара, либо забрать на новую территорию. Он остался один. Здание, которое было на территории, снесли. Его забрала замечательная волонтер Ангелина. Сейчас он ходит к ветеринару, потому что у него есть множество проблем со здоровьем из-за условий, в которых он жил. То есть все время приходилось спать на улице, у него есть ранки и наросты на лапках, есть проблемы с внутренними органами. Мухтар стал хуже видеть, он достаточно плохо слышит. Тем не менее, он очень надеется встретить свою старость рядом с любящим хозяином в теплом, уютном доме. Ну, с гостями мы познакомились, в частности, с Мухтаром. У нас сегодня тема, как же обучить собаку, да, делать все свои дела, во-первых, на улице, а во-вторых, не превратить дом в какое-то место для каких-то странных игр, которые превращаются в испорченную мебель. Вот Мухтар, он приучен ко всему? Мухтар сразу, что удивительно, несмотря на то, что он прожил всю жизнь на улице, начал проситься в туалет. То есть он в этом плане идеальный парень. Он прекрасно ведет себя дома. То есть он лег в отведенное ему местечко и с радостью ударит свою любовь и тепло своим временным родителям. Но даже не все собаки, которые покупают там у заводчиков и так далее, сразу могут приспособиться к жизни дома? Все верно. Чаще собаки, которые попадают к волонтерам, они имеют проблемы с выгулом, когда у собаки просто не сформирована привычка. Стоит обращать внимание на питание и активность питомца. То есть нельзя сразу ругать. Очень часто, к сожалению, люди по незнанию сообщают нам, что у нас питомец дурак, он просто не понимает. Или вот он вот так мне мстит таким образом. Это очень часто, мне кажется. Это самые распространенные мифы, с которыми мы встречаемся. У кошек чаще бывает, что стоит только один лоток, но считается, что на одного питомца-кота нужно минимум два лотка. То есть если два, то четыре и дальше в геометрической прогрессии. Это всегда абсолютно решаемая проблема, если с ней работать. Ну вот у меня даже есть близкие люди, которые говорят, что ой, это вот он наделал дела дома, потому что он на меня обиделся, я поздно вернулся с работы. Это правда или такого не может быть? Ну вообще такого быть не может. То есть собаки не строят таких больших схем, цепочек, что вот сейчас я пойду туда, там сделаю свои дела, потому что ты три дня назад мне не дал ту вкусняшку, или сегодня ты пришел с работы позже. Собака могла просто не дотерпеть. Либо она могла покушать чего-то более жирного, например, и тоже ее организм не переварил так хорошо пищу. Собака могла просто сильно переиграть, на фоне этого попить очень много воды, и, соответственно, тоже не дотерпеть. То есть обязательно у собак выгул должен быть во временном промежутке меньше, чем 12 часов. Давайте разберем схему вот эту. Давайте. Когда собаку мы кормим, когда ее выгуливаем, ну я понимаю, что это все индивидуально, но если в общем, вот какая идеальная схема? Идеальная схема – это мы просыпаемся, идем с собакой на улицу, по приходу с улицы через минут 10, например, накладываем собаке еду, и после еды мы не играем с собакой, не даем собаке бегать, чтобы не случился завороток желудка. Это проблема у больших собак, но у маленьких она тоже может быть. Собака кушает, все, потом она спит обычно. Конечно, вечером то же самое. Если собака маленькая, то собаке нужно больше выгула, желательно три раза в день. Мальких собак гулять, ну потому что у них мочевой пузырь, как бы, соответственно, меньше, чем у больших. Большие собак можно выгуливать два раза в день, но тоже, чтобы не было больше, чем 12 часов. Потому что терпеть – это неприятно, это больно, собственно, все, как и у людей. Когда мы говорим «маленькие собаки», мы имеем в виду размер или возраст? Да, мы имеем в виду размер, но у щеночков тоже все индивидуально. Щеночки, например, которые приезжают к нам из питомника, питомники тоже бывают разные. Бывает там, где собаку сразу приучают к пеленке, они приезжают в новый дом и знают, что вот этот вот квадратик пеленочный – это туалет. А есть щеночки, которые приезжают из питомников, где они живут в общем вольере, в опилках, туда ходят в туалет, там же едят, там же спят, и собаки просто не умеют разграничивать место, где ходить в туалет. И после этого они начинают дома ходить везде. То есть тут нам уже нужно самим приучить собаку, и это уже тяжело. Вот, то есть щеночки могут терпеть, например, ну, они там ходят в туалет каждые два часа. Обычно щеночки ходят в туалет после игры, после сна и после того, как покушают и попьют водички. Через какое-то время мы смотрим, когда он ходит в туалет, и после этого времени мы можем, например, брать его, высаживать на пеленочку, чтобы он сделал свои дела. Ну, и, конечно, его хвалить, чтобы он понимал, что нужно делать дела на пеленочку. Ну, вот, допустим, смотрят нас прямо сейчас телезрители, увидели Мухтара, подумают, какой приятный, какой дружелюбный пес, возьмут его к себе домой. Но они же с ним не знакомы, а Мухтар уже свои привычки, свои какие-то понятия. Как понять, что он просится на улицу? Для этого, перед тем, как пристраивать собаку, мы устраиваем несколько свиданий с потенциальными хозяевами. Когда человек может приехать, пообщаться с питомцем, выйти на прогулку. Безусловно, мы сообщаем всю информацию о новых привычках, которые нам удалось сформировать у собаки. Но здесь тоже важно понимать, что волонтеры – это не кинологи. Не все волонтеры имеют специализированное образование, то есть они дают собаке любовь, заботу, необходимый медикаментозный уход, если это необходимо. Но для того, чтобы воспитать собаку, тем более, если есть какие-то проблемы, связанные с предыдущим негативным опытом, всегда лучше обратиться к специалисту-кинологу. Если, как известно, важнее всего погода в доме, и без онта уже не обойтись, всегда, в первую очередь, стоит обратить внимание, какой у собаки график выгула, чем она питается. Возможно, ей не подходит данный вид корма. То есть многим собакам проще кушать натуральную пищу, так как они к этому привыкли. Не все сразу адаптируются к сухому корму. Важно обращать внимание на качество сухого корма, который кушает собака. Также самой частой проблемой в проблемах с туалетом является просто несформированный навык. Достаточно времени, терпения, усердия хозяина, и все получится, собачка обязательно привыкнет вести себя хорошо. Ну и самое главное, что должен понимать, как мне кажется, любой владелец, что если у собаки что-то не получается, то это не потому, что у нее такой характер вредный, это значит, что вы что-то делаете не так. А еще, дорогие друзья, мы хотим вам сказать, что Мухтару нужен не только хозяин, но и даже передержка. Если вы готовы взять этого замечательного питомца, обращайтесь в Зоошанс. Ну а мы напомним, что сегодня у нас в гостях были специалист по поведению собак Ульяна Зинченко и волонтер благотворительного объединения Зоошанс Диана Ищенко. Спасибо, хорошего дня. Хорошо, хорошего дня.